В этом году впервые за долгое время День Республики выпал на священный месяц поста, поэтому все праздничные и концертные мероприятия перенесены на июль. А главное внимание в сегодняшнем дне заслуженно отдано вечеру Нашидов, который проходит в Ингушетии уже во второй раз. Ко Дню Ингушетии в регион съехались почетные гости со всей России, члены Совета Федерации и Государственной Думы. Председатель Духовного управления мусульман. Муфти Ставропольского края, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Калмыкии и не только. Юнзбек Кевкуров поприветствовал гостей и поблагодарил за поддержку в столь значимый день для ингушского народа. Как говорят наши богословы Алимы, чтение Нашидов относится к одной из форм поклонения Иббадат. Поэтому мы должны выразить благодарность тем, кто в этот месяц провел хорошую инициативу и организовал это мероприятие. Я всех поздравляю еще раз с нашим священным месяцем Рамадан. Желаю всем терпения, сил, успехов во всех делах и начинаниях. И, конечно, здоровья нашим всем родным и близким нашей республике, всем регионам России. В рамках вечера состоялось награждение победителей межрегиональной игры «Кто хочет стать паломником». Участникам, занявшим четыре призовых места, Юнзбек Кевкуров вручил путевки в Хадж. В числе победителей – жители Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Мы приглашаем на сцену Явлуева Ибрагима Яхьяевича. На этом путевки в Мекку и Медину не заканчиваются. 14 апреля в Инстаграм был запущен еще один конкурс – «Ингушетия-25». Счастливой обладательницей путевки стала победительница Мака Калоева. 2017 год для нашей республики богат на яркие события. Ингушский альпинист Магомед Зейтов вернулся с покоренным Эверестом, подрузив на него флаг Ингушетии. Своё восхождение он посвятил 25-летию образования республики. За нелегкие испытания и большую любовь к родине Юн Узбеки Фкуров вручил Зейтову ключи от автомобиля «Тойота Камри». Было много раз так, что я хотел развернуться, но в голове сидело то, что у меня лежит в рюкзаке ингушский флаг. И он меня тянул на вершину, и в итоге получилось. После наград и поздравлений исполнители погружают амфитеатр в особую атмосферу праздника. На вечер на Шидов приехали такие знаменитые исполнители, как Заур Салихов, Хадис Сабиев, Исаис Самбаев и группа «Нашидуль Ислам». Еще одна приятная часть вечера – шатер Рамадана. Большой праздничный ифтар на 2000 человек, которым и завершается мероприятие. Продолжение следует...